Летний дождь 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 теперь наш цикл именно так называется. Сегодня у нас в гостях замечательная певица, человек с принципами и просто приятный собеседник Оксана Кумыкова. У нас есть для наших зрителей кое-какие заготовки по видео, мы были на нескольких, так скажем, локациях. Это все в ходе разговора мы обязательно покажем. Разговор давай начнем классический. Каким образом ты поняла, что ты хочешь быть певицей и хочешь заниматься эстрадой? Ну, в общем, с детства все началось. Пока о пении у меня мыслей не было, я начала заниматься на гармошке национальной. Кто отвел? Мама. В каком возрасте? 12 лет мне было. В музыкальную школу отдали и вот с этого началось. Я закончила школу, потом музыкальное училище по тому же инструменту, потом институт. И тут потихонечку до меня дошло доходить, что я хочу петь. Я очень стеснялась этого, очень. Начала это делать дома, потихонечку под гитару. И как-то получилось так, что в один день мой бывший преподаватель позвал меня кое-куда попеть. Я очень боялась жутко. Я попробовала, я поняла, что мне это очень нравится. Вот так и началось. А что тебе в этом больше понравилось? То, что ты можешь исполнить песню для людей или как они реагировали на исполнение? В начале я не видела, как они реагировали, потому что я стеснялась очень этого смотреть на людей. Мне это самой нравилось. А первая песня, которую ты спела? Я не вспомню. Ты не вспомнишь, зато честно. К сожалению, да. Я не помню. Потом я потихоньку стала открывать глаза. Я немножко осмелела, и я увидела реакцию людей на мои песни, на меня. А ты где-то занималась по вокалу? Нет, к сожалению, у меня не получалось. Я пыталась заниматься профессиональным вокалом. Пошла к одному преподавателю, отказались, мне отказали. Потом ко второму тоже самое, отказали мне. Ну, так как мне это нравилось, я захотела продолжать сама делать. Вот. Окей, а вот первые площадки, так скажем, где ты выступала? Это был, я помню первую площадку. Это было, было в музыкальном училище, это сиреневый зал. Там, я не помню, что происходило, какое-то мероприятие было. И я попросила, меня поставили в программку, я спела под гитару песню «Замыкай круг». Вот я вспомнила. Моя первая песня перед людьми. А вот, когда ты впервые смогла на этом заработать, скажи нам? В ресторане, куда меня позвал мой преподаватель работать. Там вот вся карьера моей началась. Это был первый заработок. Дома как относились к выбору, к твоему выбору, к тому ремеслу, которым ты решил заниматься? Такой этап моей жизни очень сложный. Категорически были против. Мой брат, моя мама. Но все-таки пришлось мне ослушаться их. Какими методами ты их пыталась убедить? Как? Просто уйти из дома. Ты вызываешь впечатление такого человека очень послушного в семье, то есть очень покладистое, как будто бы, да? А вот пришлось слушаться. Это тяжело? Это очень для меня тоже тяжело было, для мамы тяжело. Но настолько это во мне сидело, что я не знала, как быть. А слушаться тоже не могу. Страшно. Мы не привыкли не слушаться дома. Тем более, когда есть старший брат. Страшно было. По сей день все равно немножечко для моей семьи это не очень серьезная работа. Но мама оттаяла, когда она появилась у меня на первом сольном концерте на сцене. Когда она со сцены рядом со мной стоя увидела зал, вот тут она абсолютно поменяла свое мнение о моей работе. Мы недавно переехали сюда. Это наш новый дом, можно сказать. Мы жили, я родилась в другом доме, но в этом же селе Чигем. Здесь мы проживаем года три. То есть они, моя семья, это мама, мой брат и супруга с ребеночком. Добро пожаловать! Я сама не так часто бываю в этом доме, но что в деле я уже не знаю. Смотрите, нас ждут, посмотрите. Но нет, сперва Арбайтен. Потом это все, что у меня есть, и это еще не все. Сначала у меня была гармошка маленькая в детстве, потом у меня пошла на фортепиано, пошла в музучилище, в музыкальной школе, потом гитара, опопшинка, духовые инструменты, флейта там. И вот это последний саксофон и дудук. А где ты их находишь? Вот хорошо. Ну, вот это все можно у нас найти здесь. Это, конечно же, с других городов все приобреталось. Это из Москвы. Но этот инструмент, он не в наши дни сделан? Да, ему много лет, этому инструменту, даже видно по нему, струна порвана, немножко вот такой покоцанный. Его делали здесь. У нас был мастер в Нальчике, Ойберман. Ойберман? Да. Его многие помнят, кстати. Он делает такие инструменты. Гудная гармошка тоже. Ну, у меня, я умею на нескольких еще, но у меня их нет просто. Там русские народные инструменты, балалайка, домра, вот. Гусли? Не пробовала. Кстати, идея. Попробую. Я всегда в разъездах. То в Нальчике живу, то в Москве. Сюда тоже, конечно, приезжаю, но ненадолго. А мы смотрим детские фотографии. Фотография, которую она отложила в сторону. У девчонок так бывает. Фотография, которую они не хотят никому показывать. В твоем песенном меню Ты исполняешь песни других певцов, так? Да. И есть ли песни, которые написаны специально для тебя или, может быть, тобой? Есть песенка, написанная мной тоже. Совсем мало. Есть, которые композитор специально для меня написал. Есть свои песни, да. Вот сольный концерт. На сольном концерте ты исполняла песни других певцов, получается, да? Ну, да, было. Я почему конкретизирую? Хочется услышать от тебя, почему так? Как сказать? Не бывало такое, что кто-нибудь говорил, вот, Оксана, ты все время поешь песни других певцов, не свои и так далее. Вот с этим как у тебя? Нет, такого не было, потому что это все делают, на самом деле. На сольном, да, я спела одну песенку чужую, но это по просьбе зрителей было. А так на сольном пела свои песни все. Вот ты сказала первый сольный концерт, то есть был и второй. И на сольном концерте ты поешь песни строго под сольный концерт подготовленные, так? Конечно, да. Какую музыку ты предпочитаешь слушать? Совпадает ли этот жанр с тем, что ты поешь? Сейчас уже, наверное, совпадает. Раньше в местах, где я работала, там приходилось петь то, что хотят люди. Приходите в мой дом, да. Да, Владимирский Централ и все такое. Сколько раз ты спела Владимирский Централ? Я не помню, это было много раз. Вот, а сейчас, когда уже я могу предоставить моим слушателям ту песню, которую я хочу петь, уже как-то более смелее я это стала делать, и поэтому, наверное, люди прислушиваются уже. Они слушают не только то, что им нравится, а уже то, что я хочу им дать. Вот песни, как ты выбираешь то, что ты будешь петь? По какому принципу? Конечно же, на первом месте это люди, которые приходят послушать. Это то, что им нужно, то, что им нравится. Ну и на втором плане то, что я люблю. Мне кажется, это удается все-таки, как сказать, не заставить людей полюбить то, что я хочу, а вот преподнести так, чтобы им это понравилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроме того, что ты хорошо владеешь своим голосом, насколько нам известно, ты еще неплохо водишь машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы обычно беседуем с нашими гостями до записи в студии, поэтому мы в курсе всех дел. И делаем вид, что мы не в курсе, и задаем вопрос как будто бы с нуля. Вас я, зрителя, обманывать не буду. Мы знаем, что первый раз, когда ты вела транспортное средство, это был не совсем автомобиль, да? И... Почти. И не совсем это происходило дело под надзором человека, который учит вождение в специализированном учебном заведении. Расскажи, пожалуйста. Выдали меня. Да, это был почти автомобиль рабочий. Это был огромный кран под руководством моего дяди. Вот я прямо за рулем сидела. Я совсем маленькая была. А где вы ехали? По трассе. По трассе. По трассе? Да. Это так надо любить свою влюбленицу, дядя. Ну, как он оценил твой первый раз за рулем? Ну, после этого я не помню, чтобы он мне повторно дал сесть за руль. Да, ну, к счастью, все обошлось, все нормально было. А когда ты уже получила права и стала полноправным участником дорожного движения? Когда я получила? Да, вот права когда-то. Это был 2000 год. 2000 год, да? И первый твой автомобиль? Мой личный, это был или была? Смотря что за марка. ВАЗ-2115. Ага, это был все-таки ВАЗ-2115. Ну, теперь сегодня у тебя автомобиль посвежее немножечко. Да. И там нам тоже удалось прокатиться. Какой ты водитель? Очень берегу автомобиль свой. Слежу за ним, конечно же, это каждый должен делать. И как водитель на дороге очень стараюсь соблюдать правила. Это, наверное, как вот любой инструмент мой. Машина для меня была таким же инструментом, как и все музыкальные мои. Давай вот сделай. Ничего, что звук там? Ничего, нормально. Между работой, семьей, там, личной жизнью прогулки входят в перечень, как бы скажем, твои процессы твоей жизни? Да, ты вот отдыхаешь таким образом? Ну, конечно, как без прогулок по парку. Это, я думаю, необходимо даже для организма. Раньше было больше времени для прогулок, а сейчас в связи с пополнением музыкальных инструментов сейчас реже. Но гуляю. И летом, и зимой гуляю, да. Что бывает? Какие мысли в основном? О чем думаешь? Я не скажу, что я думаю о музыке. Я просто, вот как сейчас, просто могу смотреть на деревья, на траву, вот так вот в пол и ходить просто без особых мыслей. То есть, наоборот, чтобы как раз мыслей не было? А, наверное, я отдыхаю все-таки. Я просто сама не осознаю, но я отдыхаю, кажется. От шума на работе, от грохота колонок, это отдых для головы, для ушей. Ты ездила в Москву, принимала участие в одном из известных проектов «Фактор А», да? Расскажи немножечко о том, почему ты туда поехала, ну, почему, это ответ очевиден, хотела попробовать свои силы и так далее. Но как решилась ты на это, как поняла, что пора уже, потому что это не первый проект подобного рода? Ну, это первый серьезный проект такого рода был. Честно говоря, я и не собиралась, я поехала, потому что меня стали уговаривать мои слушатели, мои друзья. Думаю, тогда надо поехать попробовать. Итог был какой? Это опыт. Немножко уровень больше, чем был, потому что увидела много поющих, как они умеют, что-то новое для себя я открыла. Я не считаю, что это какой-то проигрыш был. Ну, был, конечно, проект вовсю шел без меня, это был проигрыш, но для себя какой-то уровень я достигла все-таки. То, что осталось в закулисье, что что-нибудь интересное, есть о чем рассказать? Вот за кулисами подобных проектов, что происходит? Было, да, кое-что интересное, к сожалению, оно не продвинулось никуда, потому что, я не знаю, как сказать, как это не в эфир. Да? Ну, окей, тогда не будем. Да, не будем тогда это, да. Тебе предложили перегонять коммунистские копейки? Мы предложили, на самом деле, там раскрутку, это был Борис Краснов, вообще-то. Потом у него проблема началась, почему я поехала в Москву, это он меня вызвал уже начинать какие-то проекты делать с ним. Ну, у него какая-то проблемка появилась, он исчез вообще. Угу. Ну, будем надеяться, что он... Поэтому, я не знаю, как это в эфире. Жив-здоров. Надеюсь. Если он нас сейчас смотрит, привет вам, Краснов, допустим, какие-то инструменты, там, гармошка национальная, это ты в музыкальной школе училась играть. Да. Дудук, саксофон, там, я не знаю, апопшина, как это? Все дома. Методом тыка? Методом тыка. Да, на самом деле. Отчаянно. Девчинка. хорошо что касается того чем ты сейчас занимаешься вот расскажи нам так вкратце как проходит твой день я работаю вечером целый день домашние дела там личные дела семейные или по работе могу посидеть подготовить пару песенок и вечером пойти на работу а утром рано просыпаешься не очень потому что заканчивая по-разному по-разному бывают дела которые требуют встать рано но любишь просыпаться легко просыпаешься или все-таки в любое время могу проснуться завидую независимо от того во сколько я легла это хорошее качество немножечко твоей крови можно поделись вот сейчас ты чем занимаешься в чем твоя основная работа это все время это пение это занятий на инструментах мы были у тебя и на работе тоже и вот у нас остается совсем чуть-чуть времени и мы подобрались к теме одной из твоих самых любимых и мне тоже этот момент очень нравится в твоем творчестве ты никогда не поешь в плюс что это значит это значит что под фонограмму ты всегда поешь живым голосом обязательно вот почему с чего это началось и почему до сих пор продолжается ну в то время когда я начинала петь я даже не знаю что такое плюс минус на грамма все пошло в живую это и стал мне нравится потом когда появились мероприятие где стали выступать под плюсы то есть неживым голосом об этом я узнала но почему-то я не понимала зачем это нужно и по сей день для меня нет ни одной причины чтобы поставить фонограмму выйти просто открывать рот это для тебя вопрос такой на всю жизнь на всю жизнью или как но пока я умею петь я должна петь вживую потому что это и твои эмоции которые ты хочешь передать тому кто тебя слушает как как я смогу передать радость эмоции через фонограмму я не представляю себе а а а а а а а а и а а и а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Насколько я знаю, саксофон – это инструмент, который сейчас на вершине. Да, да. Даже не столько я уже певица, сколько я саксофонистка стала. А чем обусловлен выбор именно? Больше духовые инструменты у тебя, щипковые. Мечтала очень давно. Саксофон – это на самом деле такой инструмент в музыке. Как-то он притягивал меня. Мечтала очень много лет. И сейчас только смогла приобрести. Время настало познакомиться с ним поближе. Попробовала. Конечно, вначале тяжело было. Может, это не мое. Но нет. Я его приобрела. Надо до конца дойти. То есть, если я правильно понимаю, его ты тоже сама освоила? Просто как бы… Я даже не знаю, есть ли у нас преподаватели на этом инструменте. Поэтому все дома сама делала. Может быть, какие-то уроки по интернету? Там смотрела, как его собирать. Потому что, когда я первый раз достала его из футляра, я даже не знала, как собрать его. И пришлось, конечно, прибегнуть к интернету. А остальное уже сама? Остальное, да. Как-то само собой получалось. Начала дудеть. Там кнопочек много очень. Понажимала там. И нашла нотки какие-то. И вот так потихонечку. Две недели ушло на то, чтобы я уже вышла на сцену. В творческом плане что у тебя в будущем? В будущем у меня намечается сольный проект. Очень многие ждут этого. Мне очень приятно. Поэтому я должна порадовать своих слушателей. Вот как ты готовишься к такому проекту, к сольному? Ты занимаешься всем сама? Или ты считаешь, что нужно набрать команду, и каждый должен заниматься своим делом? Ну, мы еще не начали этот проект готовить. Но прошлый. Это была моя группа танцоров. Мы делали все сами, сообща. Я не одна была. Так готовили. Ну, время наше заканчивается потихонечку. Спасибо большое, Оксана, что ты к нам пришла. Я надеюсь, что зрителям наша передача понравилась. А тем, кому не понравилось, мы знаем, где вы живете, мы к вам придем. Это была программа «Вдох-выдох». Велую Ахмат Тепеев. В гостях у нас была Оксана Кумыкова. Вам всего хорошего и до свидания. Субтитры подогнали Симон. Велую Ахмат Тепеев. Субтитры подогнали Симон.